Привет, друзья! Вот этот ролик я хотел бы посвятить вопросу, который мне задала Любовь Абакумова. Она почётный участник нашей школы, очень любознательная, она у нас есть в книге, в книге, да, и в предыдущей, и в последующей будет. И вот теперь послушайте меня внимательно. Она задала вопрос про гипносиотерапию, про сигнальную рефлексотерапию. Я поэтому опять хочу показать вам то, что я показывал уже давно в каком-то ролике. Видите, вот здесь вот иголочка и датчики. Вот я ставлю иголочку, датчики, там и термодатчик, и вибрационный датчик, там и измеритель электрического сопротивления кожи. Там много разных датчиков, и там, значит, ещё была фотография, как сидят, вот здесь, вот видите, измерительная аппаратура. А это операторы микросборки из объединения позистр, производственное объединение. И вот оператор микросборки, который сидит и уже на своём рабочем месте, вызывает у себя состояние саморегуляции. Это состояние, когда она быстро восстанавливается после утомительной монотонной зрительной работы с микроскопом. Так вот, что такое гипносюетерапия? В этом журнале «Электронная промышленность», которая 83-го года, и в других научных публикациях я писал, что сигнальная рефлексотерапия или гипносюетерапия, всю эту точку по-китайски, чем же это отличалось и почему это расширило область психотерапии? Потому что кожные покровы, внешние покровы тела, с точками тоже, они более глубоки в своей взаимосвязи с внутренними органами, чем более последующее образование эволюционная кора головного мозга. Более глубоки. И когда мы через кору головного мозга включаем точку, а точка распространяет свое влияние на глубинные процессы работы внутренних органов и систем организма, включая также и состояние психики, то это активное вмешательство в внутреннее состояние организма человека более эффективно и более широко открывает возможности психотерапии, чем просто психотерапия, когда мы просто на этом уровне работаем. Вот вы теперь понимаете, да? То есть точки в данном случае играют роль посредника между нашей головой и нашим организмом. И поэтому вторая причина, почему сигнальная рефлексотерапия, то есть гипносиотерапия, заинтересовала тогда многих, потому что оказывается, если посадить даже тысячи человек и у всех вызывать режим саморегуляции, ну научить их входить в это состояние, как мы сегодня можем делать. Раньше я-то не мог это делать, а сегодня мог бы это делать и всех в интернете научить, чтобы они вызывали у себя с помощью подбора действий синхронных текущему своему личному состоянию в данный момент, когда они это хотят сделать. Сами подбирали у себя состояние и сами вызывали активацию точек. И преимущество здесь такое, что здесь исключается риск ошибок диагностики, ну точку надо найти, правильно определить дозирование, сколько их стоять там и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому искусство иглотерапии это очень глубокое искусство, это большая наука. И вот сейчас, допустим, когда есть сигнальная рефлексотерапия, даже тысячи человек могут просто у себя вызывать это состояние и включать активацию точек, без всяких физических воздействий. Конечно, это отключает массу побочных эффектов, массу побочных возможных ошибок, потому что при сигнальной рефлексотерапии, когда нет физического воздействия на точки, активируются только те точки организма, у которых порог возбудимости в данном случае ниже, то есть чувствительность выше. А чувствительность выше у тех точек, которые связаны с больными, условно говоря, внутренними органами. Поэтому, например, когда стенокардия у человека, он испытывает сам по себе, сам по себе, вот синдром стенокардии, все врачи знают и пациенты знают. Эта боль отдаёт в руку, в лопатку, говорят стенокардии, что подтверждается ещё кардиологическими исследованиями и так далее. Но сам факт того, что здесь в этот момент при спазме мышц сердца возникает распространение, то есть разбавление этой вот, ну, условно говоря, энергии и освобождение от спазма. А вот это пути распространения, это и есть спонтанная активация точек и каналов, так называемых, то есть нервных структур, которые обладают именно повышенной чувствительностью. В данный момент получается, когда мы сигнальную рефлексотерапию производим, происходит спонтанная активация именно наиболее чувствительных, то есть связанных с больными органами. Ну да, и таким образом получается, как я вначале сказал, хоть тысячи человек, возьмите, вызывают состояние саморегуляции, включают у себя это событие, то есть корковый эквивалент вот этой реакции точки, а какая это реакция точки. Когда мы иголкой, например, попадаем именно в точку, феномен отдачи. Это комплекс характерных ощущений, типа ломоты, распирания, анемения, тепла и электрического тока. Ну, маленькая доза, как будто вы локтём ударили, так же это нервная реакция называется в Китае Тэ Чи. Чи – это энергия. Таким образом, когда вы вызываете Тэ Чи, сигнальным образом, за счёт того, что вы повышаете чувствительность к реакциям точек, которые связаны именно с больными органами, вы и осуществляете вот эту психотерапию более глубокую, чем обычно, когда просто психотерапевт делает. Ну, короче говоря, это целая история, и рассказывать об этом можно бесконечно. Не является ли это плацебоэффектом? Потому что у нас очень много людей, которые за счёт самовнушения после этого выздоравливают. Сейчас я скажу о плацебе, это очень интересно. И второе. Я сейчас хотел сказать об Андрею Морозову, который мой друг многолетний, с которым мы подружились ещё много, много лет назад, и который тоже изучал потом вот этот импеданс в области биологической активной точки, кожное, электрическое сопротивление, придумал, изобрёл браслеты некие. Он сам, если захочет, потом вам расскажет. Мы ему позвоним, если сочтёт нужным, он нам расскажет. Это очень интересно, потому что эти браслеты просто могут покорить любого человека. Настолько это интересно. Там искать ничего не надо, там просто браслеты. Ну, он сам расскажет. Если сочтёт возможно и нужно. Так вот, друзья. Дело в том, что я также и жду и крайного героя, своего друга многолетнего, да, пусть он посмотрит этот ролик и позвонит Андрюше Морозову, с которым мы тоже, вот как я сказал, много лет дружили, потому что, во-первых, Андрюша очень хорошо знает рефлексотерапию, очень глубоко знает. Он с детства был любознательным, изобретательным. Он родился в такой семье, где его мама, например, была замдиректором библиотеки имени Ленина. А папа был, к примеру, директором патентной библиотеки государственной. Ну, в просвещенной семье родился и сам по себе очень любознательный был. Ну, естественно, он и придумал тогда такие интересные вещи, как проверять импеданс, проверять электрическое сопротивление кожи, додумался до этих браслетов. А гирок райнов, это вообще тоже такой же интересный человек, который тоже что-то придумал. Он тоже это сам расскажет, потому что он придумал такое вообще невероятное. Я в прошлом ролике говорил, просто я его имени не называл. Итак, Любовь Абакумова. Она задает вопросы очень интересные, раскрывая которые. Я вот сейчас вам эти все истории рассказываю. Я вообще считаю, что только почемучки становятся великими. Да, у меня есть такой афоризм. Чем более человек любознательный, чем большими вопросами он обуреваемый, чем более он может правильно ставить вопросы, тем более для него мир раскрывается все больше и больше, и он может находить людей, и может находить книги, и может гуглить, и находить информацию. И он все время находится в развитии собственной личности. Да, и делится или вопросом, или комментом в данном случае. Вот видите, благодаря Любови Абакумовой я как раз вот это и раскрываюсь, раскрываюсь. Поэтому пишите вопросы. Так вот, насчет плацебо. Это очень важно. Представьте себе, мы все слышали плацебо, все слышали плацебо, но мы не все понимаем, как это плацебо можно использовать для плюса и для минуса, то есть для позитивного влияния на состояние и поведение человека, и негативного. Представьте себе, вы со всех сторон в течение месяца, или недель, или лет получаете информацию, ну, например, такого свойства, что вот этот горошек какой-то, в котором на самом деле нет никакого вещества, допустим, если его принимать ежедневно, и именно в такое-то время, именно в таком количестве, именно дозированно и так далее, схема расписана, если вы много лет эту информацию получаете, или вас убедил кто-то, или жена, или муж убедил, или дочка пришла и сказала, папа, вот у тебя голова часто болит, вот смотри, вот все это принимают, и все пишут комменты хорошие. Я, говорит, погуглила, я посмотрела и увидела, что это дает потрясающий эффект, причем это основано на естественных вещах, это касается, естественно, природных механизмов организма, никаких побочных эффектов там нет, вот я купила, принесла, попробую. Ну и он начинает принимать. Он сегодня принимает, завтра принимает, послезавтра, говорит, да что ты, доченька, ничего не происходит. Послезавтра принимает и смотрит, что-то ему лучше стало. Он говорит, ты знаешь, я сегодня лучше спал. Она говорит, ну вот видишь, я же тебе говорил, а ты не слышал. Короче говоря, а там ничего нету. Допустим, я просто пример привожу. Вот для чего я провожу пример. Ну, в гомеопатии, это на самом деле, где-то вещество и есть. Поэтому этот спор идет бесконечно. Гомеопатия, это что такое? Ну, есть там, в каких-то горошках и вещество, чтобы эффект получался. Ну, мы не будем сейчас уже об этом, но я сейчас еще раз объясню, что если вы получили положительный эффект от плацебо за счет своей собственной психики, настроенности, установочности и так далее, даже если сознательно вы считали, что это вам не поможет, бессознательный механизм, он все-таки имеет некую надежду в этом отношении, если вас постоянно грузят вот этой информацией. Да, почему имеют надежду? Ну, потому что вы всегда имеете надежду, а вдруг действительно поможет. И в какой-то момент можете помочь, потому что регулярное, вы же слышали, что регулярный прием нужен и так далее. Ну, все складывается в одну кучечку. А теперь представьте себе, сейчас я буду говорить очень необычные вещи, пожалуйста, внимательно послушайте и поймите правильно. А теперь представьте себе, что вам несколько лет подряд рассказывают не про положительный эффект от этого горошка или, например, не горошка, а какого-то события. Не положительный эффект, а негативный эффект. Вот расписывают, что после этого, особенно сейчас, допустим, особенно после того или сего, у вас будет и потеря слуха, и потеря обоняния, и вы начнете испытывать то-то, 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 и перечисляют целый ряд уже не положительных симптомов, а негативных симптомов. Да, вы можете себе представить, если со всех источников информации и близкие вам говорят, и кто-то начал кашлять, и кто-то начал там это, и у кого-то обоняние пропало. Ну, короче говоря, вы находитесь в ситуации, когда вокруг, куда ни глянь, все вокруг об этом говорят. И это, если еще и совпадает с осенним и весенним сезонным обострением, вообще у всех. Совпадает, допустим. Так что вы получите в результате? В первом случае вы получали от установочного бессознательного или сознательного ожидания позитивный эффект, при том, что там ничего нету в этом горошке. А во втором случае вы получите негативный эффект. И обоняние потеряете, и слух потеряете, и много чего потеряете, и будете думать, что это все из-за того, что, и так далее, и так далее, и так далее. Это уже манипуляция. Я обещал там говорить кое-что о манипуляциях, и на чем построены они. Конечно, они построены на природе человеческой психики. Вы сами подумайте. Я не буду называть названия этих вещей. Я просто не буду говорить. Вы просто сами подумайте. Я вам просто механизм сказал, что такое плацедо. Поэтому, возвращаясь к самому началу от гипносеотерапии, почему я потом в какой-то момент, несмотря на то, что Андрей Морозов и Гера Крайнов мне говорили, что ты забросил эту гипносеотерапию, она же всегда давала такой эффект потрясающий. Я просто пошел дальше. Я просто стал искать более эффективные методы, чем сама гипносеотерапия. В конечном счете я пришел к созданию ключа, и в конечном счете, когда я вам объясняю механизмы, по которым работает наш мозг, а я до сих пор не знаю. Честно, лично. Не знаю. Вот тогда, когда ток идет по телу, когда человек у себя его включает, спонтанную активацию точек, которые связаны с больными системами и органами, у него эффект плацебо происходит, или происходит эффект реального психофизиологического воздействия через кору головного мозга на точки, а через точки на более древние структуры организма. Более глубокое воздействие. Или так, или так. Поэтому всякий раз нужно проводить исследование дополнительно, не является ли это плацебо. Точно так же, как надо проводить исследование и отделять муху от котлет, как говорится, в любом новом аппарате, в любом новом лекарстве, в любом новом методе, который предлагается. Всегда надо сравнивать, сопоставлять, проводить целые исследования нужны. Я этим занимался всю жизнь, и поэтому, когда мне предлагают какой-то прибор, а у меня вот очень много разных приборов, которые в сеть включаются, которые и так, и плёнки, которые защищают, и плёнки, которые согревают. Ну, короче говоря, очень много. Я, когда смотрю, как эксперт, я проверяю, нет ли там элемента плацебо. Потому что жизнь всё время показывает, показывает, показывает. От кремлёвской таблетки до магнитных браслетов, потом титановые, потом цирконевые браслеты, потом до амулетов. Жизнь всё время показывает, насколько во всём этом задействована человеческая внушаемость. Да, друзья? Ну, вот видите, сколько я вам всего тут наговорил. Любовь Абакумовой, огромное спасибо. Тем более, она напомнила мне ещё обоём многолетнем друге, докторе наук Сергея Вантиньевича Петухове, который изобрёл генетическую музыку на основе математических исследований, который был в лаборатории, директором биомеханики, в которой он меня пригласил, и я там тоже работал. Да. Так что вот, и Серёжа, если посмотрит, Петухов огромный его привет. Я обещал Серёже, чтобы передать от тебя привет и любовь Абакумовой. Друзья, у нас такая сила большая именно в нашей природной способности быть любознательными, именно в нашей способности быть вместе, и поэтому мы раскрываем наш потенциал творческий, и когда мы с Элой и с Аленом будем проводить очередной вебинар по раскрытию способностей человека, развитию личности, вы увидите очень много интересных новых элементов, и очень вы быстро поймёте, что отличать одно от другого, и как быстро ориентироваться в мире, и принимать правильные решения в условиях неопределённости. Вот, так что спасибо большое, Любовь Абакумова, наш почётный участник Школы Человек Будущего, Homo Futurus, и всем большое спасибо, друзья, потому что я смотрю предыдущие ролики, очень интересно, вы пишите комменты, и там был коммент о соединении музыки, цвета, и других всяких воздействий, а я, если вам будет интересно, расскажу ещё о том, как проявляется творец человека в условиях вибрационных воздействий, когда нужная частота совпадает с его текущим состоянием. А метод ключ основан на подборе действий, которые совпадают с его текущим состоянием. Это я на всякий случай напомнил для новичка, который вообще не знает, чем мы занимаемся. Мы занимаемся, чтобы потребность лекарств была меньше, чтобы наши возможности организма больше сознательно использовали, то, что иногда инстинктивно бессознательно используем, и чтобы сократить кризис его на Земле, сохранить разум на планете. До встречи, друзья. До связи.